Здесь, конечно, ты что, загнула? Ну, пятерочку можно смело набрать. Все, я на петле, ребят, все нормально. Теперь вы меня будете слышать. Хорошо, в телевизоре. Олеся, одна минута. Маска какая стоит, а я очень часто ей пользуюсь, поэтому вы можете в сторис у меня посмотреть. Я хочу себе подобную сделать маску, мне очень нравится, когда размытый фон сзади, и она очень круто выделяет лицо. Какой? Он уже нажал, что на вечер не будет. Он уже нажал. Вы не пять минут, придурок. Ты представляешь, и только была минута. Так, наверное, пойду я, как говорится, перекурю. Что уж тут греха таить, вы уже все знаете, что я человек курящий. Пойду перекурю, и скоро мы будем заходить в студию и комментировать последние события, самые горячие, горячие и интересные. Не хочу с вами прощаться, но надо, надо. Я, кстати, кое-что купила сегодня. Зарой, девочки, Зарой максимально недовольны. Меня они вот, честно, они мы сегодня прям выбесили. Прям вот капец, как выбесили. В общем, я присмотрела эту розовую рубашку, которую выкладывала... Блин. У меня уже все, у меня уже все это осыпается. Короче, я присмотрела розовую рубашку, прихожу через полчаса, ее нет. Я подхожу к девочкам, говорю, девчонки, где эта рубашка? Может быть, ее кто-то мерил, повесил. В общем, они настолько на отвале отвечали, вы знаете, такое ощущение, как будто люди тупо не хотят работать. И я прям максимально разозлилась. Это очень часто. Вот именно в Заре почему-то. Хочу даже сториз прям в Зару отметить и прям вот пожаловаться на них. Мне очень не понравилось их поведение, то, как они себя ведут. Причем, знаете, я там не серия, я ненадменно там подошла, там, быстрее, бегом. Такого не было. Но люди просто вот... Такое ощущение, как будто, знаешь, типа, отвали от меня. Вот так. Это вообще-то ваша работа. Ольшка, а ты не знаешь, где тонак можно взять? У меня, видишь, у меня, короче, это... Пока я здесь ля-ля-ля-ля, у меня смазалось все. Тонак, это, конечно, да, но... А по цвету десятку светлый есть? Да, да, я... Здесь именно красиво дорогая. Нет, в Заре это вообще как будто на отъявить. В Заре вообще, я говорю, я сегодня попутала. Да, это не первый раз. Прям вот честно, мне хотелось сказать, как будто ты пустой, ну, не то, что... Как будто ты пустой, ну, не то, что ты пустой, что-нибудь что-нибудь. Я не знаю, у них что-нибудь политика-то я касалась, я не понимаю, я не понимаю. Ну, херовая политика, потому что после этого не хочется к ним возвращаться. Это не первый год, я тебе могу сказать. Я сначала думала, если честно, что это у нас так, ну, понятно. Нет, я тебе говорю, я вот была в Заре, в Соларисе, вообще вот просто, честно, мне не хотелось. Я вот взяла только исключительно из-за того, что, во-первых, цена раз, я там за копье купила платье себе за 1200 и взяла очки за 700 рублей, черные по итогу взяла. Я на просник сделала, были леопардовые черные, взяла черные. И они лежали на витрине, все заляпанные. Я говорю, можете принести мне новые. Она на меня посмотрела, как будто я, ну, я не знаю, как будто я сказала, займи мне 5000 рублей. Серьезно. Да. А, потом еще говорю, на кассе уже стою, по поводу этой рубашки, я говорю, я хочу ее взять. Я вот так сказала, ну, просто хочу взять. Она на меня смотрит, такая, говорит, в смысле, говорит, взять. Я говорю, ну, в смысле, говорю, купить. То есть, типа, поняла, что они думали, что я просто хочу ее сейчас взять и уйти с магазина. То есть, ну, короче, максимально странные люди там работают. Прямо вот максимально странные. Такое ощущение, как будто там какие-то, я не знаю, вот такие работают, понимаете, а я пришла в бомжик какая-то, воронежская. И это. Да, не в этом, знаешь, как бомжик, он просто тебя как-то обидит. Да, да. Как бы, если бы я пришла в сумму, по ней еще ладно. И то, сам так не делают. Ну. Ну, блин, кстати. Так, знаешь, еще самое интересное, что это не одна, не одна сотрудница, а вот три человека так себя повелят. Да, а в чем прикол-то я понять не могу. Почему они так себя ведут? Руководство Зара, обратите внимание, они, конечно, меня вряд ли сейчас, конечно, смотрят Зара в прямом эфире, но я обязательно сделаю сторис и их прямо отмечу. А мы что, специально не понимали, как там? Чтобы отмечали? Блогеры. А в чем? У них всякие штуки, знаешь, какие их разные. А в чем психологические, я вообще не понимаю. В том, что ты не хочешь больше туда заходить? Это очень крутой маркетинг, я считаю. А у них просто пателизм, знаешь, что страна придет. Ну, не знаю. Нет, понятно, они как бы, почему не парятся, потому что у них реально сейчас скидки и реально как бы копье стоит шмот. Но ты реально не хочешь даже за копье брать. Вот серьезно. Такое отношение скотское какое-то к людям, не понимаю. Вроде вы работаете в такой сфере. То есть наоборот, как бы вам на руку. У вас, наверное, у них зарплата же зависит от продаж напрямую? Там, мне кажется. А, ну, тогда это вообще видно, да. Что если напрямую не зависит, то... А, думаю, что там нет, там нет такого, что на продавца записывают? Нет, нет. Там просто поток. Ну, да. Ну, короче. Короче, вышла, я знаю, как собака. Вот так вот, скажем. Прям по-человечески. У них есть план. Магазин, например, должен взять в декабрь 10 миллионов. А, они сделали все и расслабились. А дальше уже можете ничего не покупать. В общем, по итогу, рубашку я не взяла, потому что ее не нашли. Я взяла очки и платье. Дом вам покажу. У меня там не спина. Я поняла. А, рубашка-то. Ты тоже в Заре брала? Вот и я говорю, в Заре 1200, да. Я хотела взять, я ушла на полчаса. Возвращайся, ее нет. Я стала искать. Естественно, я не могу ее найти. Я и показываю, я видео засняла даже для этого, для инсты. Я и показывала, она говорит, мы не можем так найти. Нам нужно и в примерочную, нет. Ну, окей, если ее купили за эти полчаса, не вопрос. Вы хотя бы по базе ее посмотрите. Ну, правильно, логично. Короче, вообще, не кайфанула. Купила и не кайфанула. В Сочи одни не, Руси. Ну, я не знаю, кто в Сочи. А в Москве нет. Да, да, в Москве нет. А в Москве одни русские. В Москве нет реально. В Москве нет. Ребята, они везде. Вот они реально, они везде. Ну, а при чем тут это? Есть нормальные люди, а есть нет. Да. В Сочи на своей машине, да. Вот сегодня малышку свою отдаю в ремонт. Полностью мы ее делаем. Вот. Я хочу, чтобы они проверили мне там все. И масло, не масло. Всякую вот эту фигню, короче. Жопу до конца наконец-таки доделали, потому что сделали мне ее отвратительно. И все. Что это он чихает? Коронавирус, бро? Не, не коронавирус. Каждый другой вирус придет. Да? Еще класс. Класс. Ждем. Все ждем. Просто от этого вакцина. А от этого вакцина. А от этого вакцина. Кто, кто, кто в эфир смотрит? Зара? Зара, если вы сейчас меня смотрите, я обращаюсь прям к вам. Вы сначала дайте мне знать, что вы меня смотрите. Напишите. А уже потом я буду толкать свою пламенную речь для вас. Спасибо. А где жить там? Вот пока еще не знаю. Янка предлагает на вокзале. Вот. Будем рассматривать разные варианты. Ребят, ну вот вы когда задаете такой вопрос, понятно, что, ну, как сказать, я буду снимать квартиру. Это логично. У меня недвижимости пока в Сочи нет. Поэтому будем снимать. Смотрела предварительно квартиры. Ну, 30-35 можно снять. Более или менее норм. Там можно и за 200 снять в месяц. Ну, как бы, короче, да, нахер она, как говорится, нужна. А, говорю, можно и за миллион. Да. Со мной рядом разговаривает моя Олечка. Прошу любить и жаловать. Я вас сейчас с ней познакомлю. Нихоя она не хочет. Олечка, это тот человек, кому я доверяю волосы всегда на ББ. Да. Ну, сейчас уже особо, в принципе, что доверять, как бы у меня надо их выпрямить, тупо, и всё. Я очень могу красиво накрутить. Да. Накрутить ты имеешь в виду? Да, я прямой концерт. Да? Прикольно будет? Да. Не знаю. На видео не видела, не рада? Такие карашки накручены вот так, тоже с прямым концом. Не экспериментировала, не знаю. Не, кручу. Главное, правильно крути. Ну да, ты там знаешь. Можно попасть визажистом на ББ. Оль, можно попасть визажистом на ББ? Все места заняты? Нельзя. Все места, греть, заняты. Всё, нельзя. Так, вы тут моих подписчиков не дурите. Не-не-не. На Мамайке сними в ЖК Посидон с видом на море. Кстати, я смотрела этот ЖК, что можете про него сказать? Хороший, нехороший. Я в том, что же вообще не разбираюсь. Чё там? Как там? Я не прошаренная. Оль, ты на улице? Пойдем, да. Все, я вас люблю, целую, обнимаю, обожаю. Ставьте плюсик, если мне вечером показать, что я все-таки взяла в этой Заре, которую уже ненавижу. Первые гримёрки. С ребёнком? Куда? По кран? По кран идти? Поддержим. Прямо с ребёнком? Пойдём, савлика, да? Да. Ой, морковка. Он сейчас будет плакать. Дюлечка, а ещё раз раз. К папе, к папе пойдём. Пойдём, к папе. В носках? В носках? Да. Тихо, тихо, малыш. Малыш, давай наденемся. Всё, девочки, идём. Всё, идём. Люблю. Тихо, тихо, тихо. Чёрн,